Сегодня у нас новинка от Yekul. Yekul производит еще у нас ИСХ, сигнальные пистолеты. Тут они немножечко наступают на пневматический рынок. Это серия ESP 1000. Также есть тоже из серии ESP 2000, еще есть 3000. Как ни странно, вот эта 2000, она по-моему длиннее 3000. Ну и также отличается размер резервуара. У этой 100 кубиков, у большой версии 300 кубиков. Сразу скажу, что это немного скромно. Здесь выстрелов 10, если ее раздушить. Ну тут на большой винтовке будет побольше. Вот коробка, комплект. Тут все необходимое. Штуцер для заправки. Пара вот таких китайских магазинов. Они стандартные, у нас есть гайды, как их заправлять. Возможно, вставлю он где-нибудь здесь по пути. Прицельные, мушка-целик с фиброоптическими нитями. Тоже там ничего особенного. Но пружина и грибок для раздушки, для усиления. То есть кажется, что дорого-богато. Кстати, звукомодератор. Дорого-богато, но на самом деле это какой-то прожиточный минимум. Звукомодератор, кстати, не недооценивайте. Он действительно глушит звук, добавляет вам приватности. И последнее, кстати, что не упомянуло. Они сюда еще положили рукоятку сошки. Типа отстреливаешься вблизи, потом убегает от тебя враг. Ты такой на сошке поставил и стрельнул. На самом деле, для стендовой стрельбы на первое время хватит. Но не шибко-то серьезно. Все это жиденько. Все быстро забивается. У нас, кстати, такая штука отдельно стоит 1000 рублей. То есть, когда вы покупаете вещь. Знаете, типичную дешевую вещь. У вас там огромный комплект. Кажется, всего много. На самом деле, здесь минимум. И из подарков вот эта рукоятка хлам. Хотя, звукомодератор норм штука. Но мы, по-моему, к некоторым винтовкам давали их вообще бесплатно. Так, и давайте поехали. Если что, вот эта двушка. И 3000-я версия будет точно такая же. Поехали с приклада. Он симметричный. Тактикульный. То есть, вы можете довольно оперативно его регулировать. За это вы получаете дребезжение. В принципе, на кучность не влияет. Также приклад регулируется еще и по высоте. И он симметричный. Хочется сказать, для левшей и для правшей. А нет, потому что система взвода у нас только для правшей. Ну, по крайней мере, удобно. Далее нам в глаза бросается. Давайте все-таки про взвод покажу. В глаза бросается такой необычный метод взвода. Тут вот эта вот штука как бы подпружинена. И просто так рычаг нет смысла дергать. Вам необходимо прижать его как бы. И потом только винтовка взведется. Предохранитель фрошковый. Ну, предохранитель и предохранитель. Так, что по взводу? Это сейв, да, у нас? Ступенька есть. Далее рандомный спуск. Не знаю, спуск тут вроде регулируется. Но я бы не сказал, что он прям шикарный. Ну, бюджетная винтовка чего-то не ожидать. Далее здесь грибок. И здесь у нас регулировка мощности. Поверьте, здесь 100 кубов хватит вам ненадолго. Если лишняя мощность вам не нужна, не стоит с ней перебарщивать. Поэтому эта штука-грибок вам пригодится. Кстати, не отметил наличие здесь гибридного крепления под прицельные. Можно установить прицельные под ласточку. И можно установить прицельные на вивере. Звукомодератор, как я уже говорил, добавляет приватности. Действительно, то, что нужно. То, что я бы первое для своей винтовки поставил. По удобству. Горизонтальная рукоять. Или вертикальная? Вертикальная рукоять, удобная. Токтикульно, дорога, богата. Почему у нас большой-то версии? Большая версия обладает креплением, кстати, вот под эту замечательную рукоятку сошки. Ну, возьмите нормальные сошки. Хотя, как оно будет держаться здесь на пластике? Да нет, довольно крепенько. Пойдет. Наверное, даже будет держаться. Тут уже резервуар на 300 кубиков. Поинтереснее. Ну, и сама винтовка побольше. Кстати, на нее тоже есть звукомодератор. Представляете, если сюда еще вот такую вот штуку купить? Ну, это будет выглядеть солидно. Но насколько удобно? Я не знаю. Так, манометр, где он у нас? Кстати, максимальное давление проверочное 315, рабочее 250, минимальное 100. Что нам это говорит? С давлением от 100 до 250, или даже 200, по-моему, до 200 мы можем стрелять, и скорость не будет особо падать, несмотря на то, что здесь отсутствует редуктор. Редуктор очень дорогая штука, бюджетные, вот, как в нашем случае, винтовки их не ставят. То есть, редукторная винтовка начнется 1070. Это, я не знаю, скольки, но, мне кажется, шибко дорого это не будет. Имейте это в виду. Так, ну, и само качество. Я не знаю, как можно качество оценивать визуально. Это новинка. Будем ждать фидбэка. Будут ли браки, будут ли жалобы, будут ли отзывы пользователей. Потом будем делать какие-то выводы. Кстати, если что не ответил по PSP, спрашивайте. Сейчас так немного раскидаю, что такое PSP. Можно, конечно, было как-то сказать, ну, типичное, бюджетное PSP, ничего особенного, но интересен здесь калибр. Он здесь 5.5. Вот, и любое оружие на 5.5 уже интереснее, чем оружие на 4.5. Все делается очень просто для того, чтобы эту штуку продавать. Вообще, по закону их как бы нельзя. Но если мощность меньше 3, по-моему, меньше 3 джоулей, то это не оружие. И можно продавать в калибре даже 6.35 у нас есть бюджетные PSP-шки. И такое вот примерно. В любом случае, эта штука будет лучше даже самой дорогой переломной винтовки. И она будет лучше даже дорогой PSP-винтовки в калибре 4.5 только из-за своего 5.5 калибра. Кстати, по этому же принципу можете выбирать бюджетные винтовки с калибром 6.35. Тоже штука интересная. Пуля тяжелая, больше стабильности, бла-бла и все такое. Правда, и пули подороже. Здесь свои недостатки. Вот, и также по минусам-плюсам. Да, PSP-пневматика в любом случае, она стреляет лучше любого другого вида пневматики. Думаю, вы об этом знаете. Но есть минусы. PSP-пневматика дорогая. Она более прихотливая. Тут много там тонких деталек. Ее в грязи. Ее не повозюкаешь, на коленке не переберешь. Это будет даже ремонт вам дорого обойдется. Плюс ее необходимо заправлять. То есть, к самой винтовке думайте, чем вы будете ее заправлять. Либо своими могучими мускулами через насосами. Насос, кстати, тоже стоит неплохих таких денег. Особенно с нашим-то курсом. Либо с компрессором. Там от 20 тысяч. Это вообще-то машина адская. Пока с ней разберешься, еще ее нужно питать. Непрактично. И самое интересное, мне кажется, баллон. Хватает его надолго. Правда, нужно знать, где еще этот баллон заправлять. Там на пожарках или через другой компрессор. То есть, это еще тоже нужно поискать. В общем, PSP для тех, кто вот решил прям проапгрейдиться, заморочиться. И вот такая вот бюджетная, в таком интересном калибре винтовка вам может вполне себе подойти. Мне, конечно, не нравится вся эта глянцевость. Но, может быть, кому-то нравится вот этот дешевый хром. Не знаю. Пишите сами, что думаете об этом. Я ничего не думаю. Я уже деформирован. Я их столько посмотрел. И все плюс-минус у турецкой одинаковое. Я бы не сказал, что здесь что-то выдающееся. Не забывайте про социальные сети. Там раздача призов. Подписывайтесь на канал. Это нам помогает. Правда, большое спасибо вам. И промокод со скидкой. Оконоем. Все дела.